Книга открытым оком, том 12, вопрос 2649, тема Староавряцы. Можете ли вы спустя месяц после своего настолования назвать главные задачи, стоящие перед РПСЦ, Русской Правозлавной Староавряческой Церковью? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. Проблем наболевших очень много. Неразвитость просветительского, издательского и образовательного дела. Отсутствие значимых социальных программ. Недостаточность проявлений христианского милосердия. Социального служения. Восстановить все это наша перспективная задача. Но есть и злоба дня. Вопросы, которые нужно решать срочно, скажем, судьба Рогожской слободы, где находится наш духовный центр. Здесь нам выделена обширная территория с множеством знаний, исторически принадлежащих к нашей Церкви, пребывающих в тяжелом состоянии. Предстоит сложная реставрация рождественского храма, колокольни. Продолжится реставрация росписи Покровского собора. Необходимо решить вопрос о дальнейшем использовании всех возвращенных зданий, учитывая и интересы города, всего общества. Причем желательно успеть многое сделать в течение года. Ведь в апреле 2005 года мы будем торжественно отмечать столетие распечатания алтарей Рогожских храмов и издания впервые в России царского манифеста об укреплении начал веротерпимости. Комментарий Игнатия Лапкина Вопрос о просвещении, хотя и есть в ответе, но за ним стоит совершенно не евангельское понимание, что видно во всех съездах, конференциях и соборах старобрядцев. Пусть они прочтут все 28 глав деяния апостольских и мысленно перенесут к себе апостолов или сами напросятся к апостолам. Они же апостолов к обеду объявят еретиками и отлучат от церкви, если они не перейдут в Белокреницкую митрополию. Говорят об образовании, а имеют ввиду пение крюковое и иконографию, знание устала своего. Отнюдь не проповедь евангельскую, а позднейшие наслоения. Галатам 2.14 Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех. Филиппийцам 1.27 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Учитесь спрашивать, не будьте безразличны, не будьте скучными всезнайками тупыми, примеры слышанные до особо личной, пусть интерес и старость не отымет. Слепой, осыпанный привычными толчками, с утра он мельтешится под ногами, проходит в завод, под ковами чеканит, он слышит отзвух эхо, стоны камня. На этот раз и гвалт, и топот странный, он вопрошает, силясь распознать, кто в центре у такой большой охраны, пешком, однако, здесь не ходит знать. Иисус из Назарета, ходящий с лазаретом, слепец отчаянно с испугу завопил, теперь он Бога славит весь осиянный светом, хватило бы до смерти не охладить тот пыл. Мой интерес о пользе для души, каким путем успех к другим прибился, за опытом к иным в путь сухари сушить, или вернее в храме покреклониться. Чего не смог добиться столько лет, увидел этот сорт сосу соседа, он вроде не такой уж и атлет. Чего не смог добиться столько лет, увидел этот сорт в саду соседа, он вроде не такой уж и атлет, но именно к нему пришла победа. И вдруг я узнаю, что он христианин, достигнутое все приписывает Богу, был в дружбе с алкоголем, вдыхал и никотин, сын познакомился с монастырем Острогом. Но слово проповеди к ним вошло врасплох, пробило брешь в заваленное хламом, стыд победив, он вслух склониться смог, и этот день рождения теперь считает главным. Беседы не одна, Бог высветил до дна, в какой гордыне жалкий и влачился, жизнь ужасает прошлое, пахнет в кошмарных снах, с чела, с руки стираю антихристовые числа. 30 января 2005 год, Игнатий Лапкин.